Добрый вечер. Золотое сечение. Что-то для Бога. Сегодня я записываю 161 слово. То есть я уже 5 месяцев, чуть больше. Начала говорить 29-го, кстати, что самое интересное. Майя. И сегодня 9-ое. Я заканчиваю серию своих лекций. Почему? Потому что зима приближается. А что нам говорит Бог? А Бог говорит. Матфея, 24 глава. Что горе беременным и кормящимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу. Ну так как я говорила, что я боюсь Бога и свечу субботу, поэтому я считаю, что зимой я имею право уже на отдых. Пять месяцев я говорила, проповедовала, выразила все, что мне Бог открывал по поводу всего, что делается в мире, его церкви, отношения между людьми. Как бы красной нитью мне проходит трагедия, которая ждет человечества. И сегодня, завершая курс лекций, я поговорю о золотом сечении. Ну, многие слышали об этом. Это соотношение. Я так села, кстати. Таким образом села как бы приблизительно с золотой сечением. То есть получается, так как я сижу не по центру, то экран делится мною на две части. И вот отношение большей части к меньшей должно быть равно сумме, то есть всему экрану. Шуме всего экрана, отношение всего экрана к большей части. То есть если я делю собой экран на две части, меньшая, допустим, это а, большая это b, то сумма а плюс b это весь экран. И таким образом эта сумма должна относиться также к большей части b, как а относится к b. И таким образом, если поделить большую часть на меньшую, то нашли это число. Стандартное, конечно же, получается 1,61. Ну там, если округлить, то 1,62. Ну что я решила? Я решила найти в Библии вот это золотое сечение. Каким образом я могу это найти? Значит, так как книжка Библии состоит из 6 книг, то... И известно, что пропорция это 62 и 38. Посчитали. То получается, что я 66. Это 100 процентов. И я нахожу, составляю пропорции. 66 минус х делим на х равняется 38 поделить на 62. То есть это меньшая часть. Вот ко мне это 38, допустим, а больше это 62. Понимаете? То есть, так как книжек в Библии 66, то я отнимаю от 66 х и делю его на х. Две части. Нахожу х. У меня получается х равен 25. Ну, так как мне нужно найти большую часть. Допустим, я отнимаю 66 минус 25, нахожу 41. Ну я решила, что золотое сечение находится в Новом Завете. Ветхий Завет я еще не проверяла. Можно проверить. И у меня попадает книжка Марка, о которой я почему-то много говорила. Вот. Это единственная книжка, которая говорит о иных языках. Вот. Возможно, Бог что-то говорит нам через эти иные языки. Я тоже сегодня очень много молилась. И, кстати, молилась даже лежа. Вот я плохо себя чувствую. У меня какое-то состояние такое здоровье. Я молилась. Не давала покоя своему телу. И шла молитва на иных языках. То есть Бог что-то показывает. Вот это золотое сечение. Ну, я не остановилась на просто книжке Марка. И я решила найти, идти до конца. Найти точное местописание, которое бы мне о чем-то говорило. Так как я поделила 6 и нашла не 25, а именно 25,08, то я решила найти тот стих, который четко выделил всю Библию именно по стихам. Так приблизительно. Вот. И получается, у меня получилась Марка, 2 глава, 9 стих. А как раз я вот сегодня начала говорить. И получается, что я уже начала говорить. 29 мая. Вот два идеи. Это тоже о чем-то рассказывать. Бог так мне дал. Бог, он точный. Он информацию дает четко. Он Бог, он Всевышний. Математика для него это святое. Вот. И что говорит местописание Марка, 2, 9? Ну, что я сделала? Хочу объяснить. Я суммировала все главы Марка. Вот. Поделила их. Значит, нашла там число 678. Все стихи в главах Марка мне получилось суммировать 678. Вот. И в результате тоже 678 это получилось 100. Я нашла 8 процентов. И 8 процент. То есть 678 поделила на 100 и множила на 8. У меня получилось. У меня получилось там число, которое в результате я... 54 мне получилось. Это 54. 45 в первой главе Марка, а во второй главе это получается 9 стих. Вот таким образом я нашла четко, что является золотым сечением в Новом Завете. Это стих Марка. Что легче сказать, или расслабленно упрощаются тебе грехи, или сказать встань, возьми свою постель и ходи. О чём Бога обвиняли Иисуса, что Он богохульствует? Конечники и фарисеи кричали, говорили, помышляли в сердце своём. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? А Иисус тотчас узнал Духом Своим, что они так помышляют себе, сказал им, для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать, или расслабленному упрощаются тебе грехи, или сказать встань, возьми свою постель и ходи. Понимаете? Вот ходишь по земле. Иисус же ходил по земле. Ему было непросто. Он являл Отца. Он Сын Божий. И многие смеялись с Него. Кто ты такой? Что ты себе возомнил? Это очень сложно. И кроме этого, Иисус мог читать мысли. А это очень сложно читать мысли. Когда общаешься с человеком, и тебе показывает Бог, что Он о тебе думает, это так неуютно, когда злые люди рядом с тобой. Это очень неуютно. Вы с ума сойти от этого? Понимаете, что Бог говорит? Я знаю, что вот можно осуждать там люди, крыша у них едет, а на самом деле они рядом с злыми людьми, у них открыто. У них душа читает, как Бог говорил Деве Марии, что душу пронзит слово. Деве Марии было открыто, что о ней думают. И злые мысли открывались Деве Марии. Понимаете? Вот эта злоба, вот эта ненависть, она открывается. И поэтому, когда осуждает человека от того, что он неадекватен, так это потому, что этому неадекватному человеку, оказывается, просто столько ненависти выражается из-за того, что просто злые люди вокруг. А он эти мысли читает. Поэтому вот это слово является золотым сечением. Иисусу открыто помышление у фарисеев-законников. Он читает, что у них в сердцах. И говорит. Что легче? Сказать ли расслабленному прощается тебе грехи? Или сказать встань, возьми свою постель и ходи? Что легче было сказать? Иисус сказал, видя веру, говорит расслабленному, чадо, прощается тебе грехи. Он поднял человека, лежа расслабленного, он поднял и сказал, чадо, прощается тебе грехи. Понимаете? Он мог сказать, ты здоров. Но он сказал, это сложнее говорить прощается тебе грехи. Понимаете? Это сложнее. И он это сказал, послушался Бога. Он таким образом явил Бога. И он об этом говорит. Что легче? Он мог сказать просто, встань и ходи. Но он это к нему не сделал. Потому что нужно людям говорить правду. Что ты отвечаешь за свое зло, отвечаешь. Не стесняться это. Понимаете? Мы хотим угодить людям. Мы хотим нравиться людям. А нужно говорить правду. Вот это сложно. Вот это миссия людей, верующих, святых, священников. Говорить правду. За что ты должен отвечать? Это очень важно. Это очень важно. Вот. Ну, надо совершать и суд, и милость, и веру. То есть, все-таки, если совершать только суд, то человек становится законником. Поэтому в данный момент многие служат Богу. И кто-то осуждает, кто-то поддерживает. Так и мы живем. Вот. Так мы живем. Понимаете? Веру тоже людям нужно укреплять. Вот какое золотое сечение я нашла в Библии. Можно, конечно, найти что-то в Ветхом Завете. Но пока рассуждаем по-новому. Может кто-то посчитает и найдет. Вот. Я сейчас уже буду отдыхать. Прощаюсь до весны. Буду ждать двух пророков, которые Бог обещает. И тогда выйду в эфир. Будьте благословены. Я вас люблю. Всех, кто меня слушал. Слушал до конца. Я вас благословляю. Ищите Бога. Находите какое-то служение. Находите, возможно, какую-то общину. Не ищите Бога в больших церквях. Лучше какие-то маленькие общины. Там больше благодати. Потому что там меньше такого эгоизма. Больше заботиться о людях. Будьте благословены.